Другой пример использования шаблонов — это реализация алгоритмов. Предположим, что нам нужно реализовать некоторый алгоритм, например, алгоритм сортировки массива, таким образом, чтобы он работал с массивами разных типов. Это довольно легко сделать при помощи шаблонов функций. Однако давайте сначала посмотрим, как это сделать без использования шаблонов. Если мы будем реализовать алгоритм сортировки на языке C, то это можно сделать аналогично функции CUSORT из стандартной библиотеки языка C. Данная функция реализует алгоритм быстрой сортировки. Особенность данной функции в том, что она работает с массивами любых типов. Как это достигается? Это достигается за счет того, что массив функции CUSORT передается через указатель на void. То есть через данный указатель можно передать любой массив. Однако при этом мы потеряем информацию о типе элемента, который хранится в данном массиве. Поэтому кроме количества элементов в массиве, функцию CUSORT надо передать и размер элемента массива в байтах. То есть надо понимать, что внутри этой функции массив, который туда передается, представляется просто как массив байт. И для того, чтобы понимать, где заканчивается один элемент, начинается другой, нам нужно знать, сколько байта занимает один элемент массива. И за это отвечает как раз третий аргумент функции CUSORT. Кроме этого, для того, чтобы отсортировать элементы данного массива, нам нужно учиться их сравнивать. Никакой информации о типе у нас нет, поэтому как сравнивать мы не знаем. Нам нужно придумать некоторый механизм, который позволил бы передать внутрь функции CUSORT информацию о том, как сравнивать два элемента массива. Для этого используется четвертый аргумент функции CUSORT. В качестве четвертого аргумента функции CUSORT, в нее передается указатель на функцию, которая используется для сравнения двух аргументов. То есть если внутри алгоритма сортировки нам нужно сравнить два элемента массива, то мы берем, вычисляем указатели на эти элементы и передаем их в соответствующую функцию. Так как указатели на функцию мы не проходили, в принципе, эта тема лежит за пределами данного курса, то я здесь просто указал слово FUNCTION в комментариях, ну, чтобы никого не пугать соответствующей синтактической конструкции. Но давайте разберемся, как работает данная функция, в смысле функция CUSORT, идеологически. Ей передается указатель на некоторый массив. Она знает, сколько элементов в данном массиве, она знает, сколько байта занимает каждый конкретный элемент. То есть, например, если ей нужно вычислить, где начинается элемент массива с номером 5 и элемент массива с номером 9, она это может сделать. Ну, то есть, соответственно, просто вычислить, прибавив к указателю начала массива соответствующее количество байт, которое там соответствует, ну, пяти элементам, девяти элементам. После этого, если она хочет сравнить элемент с номером 5 и элемент с номером 9, она вычисляет их адреса и передает функцию, которую получила в качестве четвертого аргумента. Ну и функция принимает эти адреса и возвращает какое-то значение. Например, что девятый элемент меньше, чем пятый. В таком случае, внутри функции CUSORT эти элементы надо поменять местами. Как это делается? Это делается побайтно. То есть, мы просто побайтно меняем их местами. Данный подход, в принципе, работает для любых встроенных типов и для любых простых типов. То есть, для тех типов, которые можно копировать побайтно. Для объектов данный подход может и не работать. То есть, копирование объектов без вызова конструктора и деструктора — это неопределенное поведение. И такие объекты копировать или сортировать при помощи функции CUSORT нельзя. То есть, проблема функции CUSORT заключается в том, что данная функция не типобезопасна и не работает с пользовательскими типами, но с классами. Что делать, если мы хотим сортировать в том числе и пользовательский тип? Для этого нужно использовать средства не языка C, а языка C++. Давайте посмотрим, как написать функцию сортировки средствами языка C++. Если делать это средствами языка C++ без использования объектно-ориентированного программирования шаблонов, то нам придется написать по функции сортировки для каждого типа. Здесь написано для встроенных типов, но в том числе и для пользовательских типов нам тоже будет нужно отдельно реализовать сортировку. Если мы разрешим использование объектно-ориентированного программирования, то в данном случае можно применить подход аналогичный тому, который мы использовали на предыдущем слайде, то есть выделить некоторый интерфейс, в данном случае iComparable, то есть интерфейс, который должен будет поддержать все классы, которые можно сравнивать. И дальше мы определим функцию sort, которая будет сортировать массив указателей на объекты, поддерживающие интерфейс iComparable. Данный подход, в принципе, работающий, но он плох тем, что надо работать со всеми объектами массива полиморфно, то есть через указатели они должны поддерживать интерфейс и достаточно много накладных расходов. Плюс к тому, если мы захотим при помощи данной функции сортировать встроенные типы, то нам нужно будет написать классы, которые оборачивают эти встроенные типы, так же, как мы это делали на предыдущем слайде. То есть данный подход, в принципе, хорош тем, что нам потребуется только одна функция сортировки, то есть нам потребуется только один раз реализовать алгоритм сортировки. Однако накладные расходы за счет использования объектно-ориентированного программирования могут быть довольно большие, и для встроенных типов это очень расточительно. Ну и если нам разрешают использовать шаблоны, то достаточно написать одну шаблонную функцию, функцию sort, которая будет принимать массив типа type, где type шаблонный параметр, и реализовать ее таким образом, чтобы внутри этой функции использовался, ну, например, оператор меньше только. Такая функция будет работать со всеми типами, для которых определен оператор меньше. Как видите, реализация при помощи шаблонной функции, она не только наиболее простая, но она также будет наиболее эффективной. Нам не придется описывать каким-то образом, оборачивать в классы, описывать, как надо их сравнивать и так далее. То есть мы просто, зная, что для объектов есть оператор меньше, мы сможем их сравнивать. Шаблоны функции имеют несколько отличий от шаблонов классов. Одно из этих отличий — это то, что у шаблонных функций нет параметров по умолчанию. Когда мы говорили про шаблоны классов, мы говорили, что там можно определить много шаблонных параметров, но некоторые из них задать значение по умолчанию. У шаблонных функций нет значения шаблонных параметров по умолчанию. Если мы хотим, чтобы некоторые шаблонные параметры определялись по умолчанию, можно просто определить две функции. То есть для шаблонных функций существует перегрузка, в отличие от шаблонов классов. Поэтому если мы хотим, чтобы какая-то функция имела меньшее количество шаблонных параметров, можно просто перегрузить ее и, в принципе, в реализации одной функции вызвать другую. То есть это вполне возможно.